Международное соревнование по плаванию на открытой воде из серии Ocean Man на специально размеченной дистанции за волнорезом в районе пляжа Лонжерон собрали большое количество желающих преодолеть одну из стихий. 4 сентября состязались на трех дистанциях. Марафон 10 километров, полумарафон 5 километров и спринт на 2 километра. 5 сентября в самого утра дистанцию в 500 метров решили преодолеть самые юные участники возрастом от 7 до 13 лет. Мы сегодня имеем в виду Ocean Man Kids. Это соревнование 500 метров. Мы были очень рады с результатом, потому что у нас было много детей в Одессе. Это значит, что у нас есть будущие победы в Украине. Мы были очень рады, что это было. Они были очень молоды, борются с пляжами. У нас есть детей от 7 лет до 13 лет. Это было очень красиво и замечательно. Ocean Man ежегодно проводят в десятках стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Одесса – единственный украинский город, где проводят такие заплывы. Старт и финиш таких соревнований происходит на берегу. Все участники стартуют одновременно, а на финише их ждет короткий забег по красной дорожке к финишной черте. Все это добавляет соревнованиям зрелищности. Проверить свои силы приехали и учащиеся Международной школы спорта, которая функционирует на базе Международной академической школы Одесса. Это серия стартов, которые происходят по всему миру. И Одесса также является место, локацией, где будет проходить один из этапов. А первая десятка участников, которые победят на заплывах, в зависимости от дистанции, они участвуют уже на чемпионате мира, который будет проходить. Наши дети сегодня плывут 500 метров. Вот сейчас готовятся спасатели, готовится спортивное место, где будет происходить это все. У нас сертифицированные тренера, которые занимаются подготовкой детей, как и на соревнованиях в закрытом бассейне, так и на открытой воде проходят. Мы последние три месяца уделяли внимание, чтобы подготовить детей. Это объяснение того, что происходит на открытой воде. Тренировались так же самое, мы на открытой воде какое-то время, чтобы подготовить. Сертифицированные тренеры по плаванию утверждают, что в школе будущего, благодаря усилиям почетного гражданина города Одессы Сергея Кивалова, созданы все условия для воспитания будущего чемпиона с юных лет. На базе Международной академической школы Одесса функционирует Олимпийский бассейн с шестью дорожками и трибунами, современной системой очистки воды и специальными насосами, которые наполняют бассейн артезианской водой из подземного озера. Кроме основного большого бассейна есть и малый бассейн, где занимаются ученики младших классов. Также есть абсолютно любой инвентарь для всех видов тренировок. Благодаря сильной материально-технической базе тренерскому составу подготовить детей Коушенман было довольно просто. У нас все условия. У нас лучший бассейн, лучшая вода в бассейне, температура. У нас самый необходимый инвентарь, который необходим для подготовки к любым соревнованиям, как в бассейнах, как на малой воде, как на большой, так и на открытой водоемах. Открытая вода – немножко другой стресс у детей, потому что здесь ты не можешь контролировать. В бассейне дорожки, в бассейне ты видишь дно, здесь немножко у тебя абстракция. То есть ты не видишь дна, тебе бьют ногами по лицу, потому что ты плывешь не первый, а, возможно, второй или третий. И есть вот эти нюансы, и многие дети не могут это перебороть. Мы усиленно тренировались на протяжении не одного года для того, чтобы стать участниками Оушенмен. Мы занимались и сухим плаванием, мы и тренировались в бассейне, но и в первую очередь на таких соревнованиях очень важна выносливость. Мы тренировались в море, проходили тренировки на море в разную погоду и солнечную, где был абсолютный штиль, и когда были очень сильные волны. И это спровоцировало того, что наши дети, никто не сдался, все абсолютно доплыли до финиша, потому что мы увидели, что некоторых детей забирали катера, но наши детки умнички. На берегу всех участников поддерживали как родители, так и тренеры. Эмоции и волнения переполняли всех присутствующих. Дождливая погода, большие волны и большое количество медуз пугали как самих участников, так и их родителей. Но, несмотря на все страхи и опасения, абсолютно все учащиеся Международной академической школы Одесса доплыли до финиша. Дети переживали, я, собственно, как тренер тоже переживал очень сильно, но мотивация была с моей стороны в том плане, что нет медуз, все спокойно, все хорошо, все прекрасно. Они делали просто свою работу, над которой мы работали все лето. Для меня это очень тяжело, я переживаю, потому что в открытом море ребенок плывет. То есть, слава богу, там все организовано очень на высоком уровне, но все равно переживания сопутствуют. Мы очень довольны, ребенок занимается уже, там, ну, академическая школа, как бы, она год занимается, она до этого занималась уже два года, то есть, ну, три года в совокупности мы занимаемся. Мотивация у тренеров и родителей сыграла свою роль. Юным участникам понравились соревнования Ocean Man, абсолютно все остались довольны результатами. Говорят, что если перед заплывом даже кто-то сомневался, то зайдя в воду понимал, обратного пути нет, нужно плыть до конца. На самом деле, я думала, это будет сложнее, было только очень страшно переплывать волнорез и медузы. Было много их в море, в глубине. Тренера мотивировали, ну, мне пообещали в Макдональдсе еды купить тренера, если я хорошо проплыву. Это была отличная мотивация. Я вот плыла-плыла, очень забоялась медузу, она прям на меня так плыла, я быренько проплыла мимо, а мальчик столкнулся с ней, а еще там через волнорез переплывала, меня каждый раз переталкивали. Ну, это было немножечко тяжело, ну, просто были такие большие дети, и это немножечко было их сложно обгонять. И там я немножечко кролем была, потом убраться. А эмоции, ну, я сначала стрессовала, но потом, ну, потом немножечко лучше было. Вообще, это было сначала как-то и страшно, и не страшно, но я боялся, что медузы будут прям, прям возле моей головы, но я уже столкнулся с тремя возле головы прям. И боялся еще, что зацеплюсь за камни эти большие, за волнорезы, потому что так говорили, зацепишься, все, будет так больно прям. Я плавал в бассейне, меня учили, как правильно плавать в море, чтобы все было хорошо. Ну, когда я заходил, было очень холодно, а когда выходил, уже было хорошо. Тепло, в принципе, понравилось. После Ocean Man воспитанники Международной школы спорта продолжат подготовку к другим соревнованиям, чтобы завоевать еще больше наград в копилку родной школы. Сегодняшним победителем, а они все ребята-победители от 7 до 13 лет, в будущем, возможно, мы увидим этих не по годам уверенных пловцов на соревнованиях мирового уровня, а кто-то, возможно, станет и олимпийским чемпионом.